Ну, я представлюсь, меня зовут Игорь Нернин. У нас сегодня, как я сказал, уже занятие номер четыре. То есть мы уже 20 дней занимаемся на курсе, в практическом курсе «Сетевой бизнес для чайников», изучаем материалы и, в общем-то, создаем свой бизнес. И, конечно, я всегда на занятия начинаю с домашнего задания. Я вижу, некоторые уже начали даже его отвечать. Поэтому я хочу, кто смотрел занятие номер три в записи, поставьте единичку. Я в группе поставил третье занятие в записи, потому что она там попадала на праздник у нас. Сейчас, да? Посмотрели. Окей. Теперь там на занятии поговорилось о чем? Домашнее задание – это составить список ссылок, авторитетов, пословицы, поговорки, шутки. Вот. Кто это вот составил такой для себя списочек? Поставьте циферку два. Этот список вам очень поможет при работе с людьми, особенно при работе с возражениями. Техника работа с возражениями. Так. Вот я вижу, уже, видите, вот меньше. Вот слышат меня все хорошо, а уже меньше кто чего ставит. Так. Кто начал использовать в разговоре технику работы с возражениями? Именно использовать ссылку на авторитеты, чтобы вам не могли возражать, народные какие-то, народную мудрость, пословицы. Кто начал это использовать? Циферка три. Молодцы. Кто начал использоваться? Молодцы. Вам в сайте намного легче работать. Вы даже не представляете, кто не сделал, сделайте себе это. Вот. Там в занятии номер три рассказано, как это делать. Теперь я поставил еще вебинар «Тактика и стратегия арома бизнеса». Поставьте четыре, кто этот вебинар посмотрел. Вот. Потому что мы говорим не только про маркетинг-план, мы говорим про тактику и стратегию. Именно арома бизнеса. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Он стоит в группе по бизнесу, в группе MLM «Бизнес для чайников» с YouTube. Поэтому вы всегда сможете его посмотреть, посмотрите, изучите. Потому что там рассказано именно, как вы строите, как вы видите, как вы строите ваш бизнес. И поставьте циферку пять. У кого в организации, или кто сам подписал, у кого в организации появился хотя бы один новый дистрибьютор. Вот за время курса. Вот Оксана там поставила пятерочку. Окей. Что я хочу сказать? Вот тут еще идут пятерочки. Отлично. Что я хочу сказать? Самое важное, что мы пришли на курс, и очень важно делать домашние задания. Вообще делать что-то практически. Только действия дают результат. То, что я вам рассказываю, если кто-то пришел на курс и думает, что у меня есть какое-то волшебное слово, что я вам скажу это волшебное слово, и у вас бизнес вырастет и пойдет, все это не так. Я могу вас просто научить делать правильные действия. Но я не могу научить вас плавать, если вы не залезете в воду. То есть первое дело, вы должны залезть в воду. Вы должны все-таки вступить в этот бизнес. Не на курс по бизнесу, а вступить в этот бизнес. Тогда у вас начнутся результаты. И, естественно, делать. Смотрите, все задания, которые я даю, я всегда повторяю, я не даю ни одного сложного задания. То есть я не даю мне ничего такого, что человеку нужны специальные знания, специальное образование, что ему там не надо два месяца готовиться, чтобы вот это выполнить. Я даю вещи, которые может сделать любой человек. Только ему надо захотеть это выполнить, и он это сделает, потому что задания все очень легкие и простые. Сложно это что? Человеку почувствовать себя в бизнесе и начать действовать. Окей. Почему я говорю, что я вам даю простые задания? Потому что я строю свой бизнес достаточно просто и дублицироваю. И дублицирование. Дубликация – это одна из самых важных вещей в нашем бизнесе, поскольку мы строим большие организации с большим количеством людей, и мы не можем набирать только профессоров, только там, не знаю, людей с какими-то определенными знаниями, потому что большая организация не получится, а эфирные масла нужны в каждый дом. Поэтому весь смысл, что достаточно простые действия могут приводить к результату, если правильно делать их, и все гениально и просто. Вот посмотрите, вы сейчас видите картинку просто с моего кабинета, как развивается наша организация. Вот наша организация называется Aroma Business. Почему она так развивается, и почему есть объемы и все прочее, мы сегодня как раз поговорим. У нас сегодня как раз занятие по этому поводу, чтобы вы поняли именно за счет чего вы можете резко поднять и развить свой бизнес. Вот что мы здесь видим по организации. Восьмом в августе новых пользователей, то есть зарегистрировалось новых дистрибьюторов, в нашу организацию 204. В сентябре, как ни странно, это, конечно, редкое совпадение, но тоже 204. Абсолютно одинарковое число каждый месяц. Август-сентябрь. 204 человека. Это к вопросу, люди сейчас там в депрессии, сейчас кризис, корона, там я не знаю, что экономика рушится. Ничего не рушится. 200 человек в месяц поступает в нашу организацию. Кстати, уже сегодня 5-е число, уже 28 в этом зарегистрировалось в этом месяце. Мы говорим про то, что организация, наш аромобизнес, я руковожу этой организацией, со своей командой лидеров, и, пожалуйста, общее число пользователей. То есть у нас есть потребители, конечно, больше, чем людей, занимающихся бизнесом, серьезно. Но есть еще новички, которые серьезно займутся, просто они еще не успели войти в курс дела. Для этого и делается сегодняшний курс, который я веду. А вообще общее количество пользователей в организации уже 3873 человека. И я гарантирую вам, что, когда закончится месяц октябрь, мы уже будем более 4 тысячи. 4 тысячи человек мы наберем. У нас уже 3873. Вот из них, вы видите здесь, ранг премьеры выше, то есть это лидерские звания, премьеры выше, 56 человек. Вот 56 человек, это уже такая гвардия, которые идут делать бизнес, у них свой бизнес, свои доходы, они их развивают. Вот это то, что я вам хочу показать, что мы делаем и как это выглядит. Реально, видите, это реально как-то реальный. Топлекрутер этого месяца, вы видели там, да, было подписано в этом месяце уже 28 человек. И есть топлекрутеры. Сегодня всего 5 октября, за этот месяц уже, Якубович Элла, или Алла, подписала 3 человека лично. Константинова Наталья 2, Рабин Алла 2 и Курдов Алексей 2. То есть не за месяц, понимаете, а за 5 дней. Более того, что сегодняшний день еще не закончился, да, можно сказать, даже за 4 с половиной. То есть это говорит о том, что да, есть люди, у которых спокойно это все получается, потому что они делают, в общем-то, те действия, про которые я говорю, про которые я сегодня буду рассказывать. И сегодня будет очень честное занятие, которое, в общем-то, показывает, откуда берутся люди. Что касается оффлайн, то есть на земле, то же самое касается онлайн, то есть в интернете. Когда мы говорим про интернет онлайн, я могу показать, что нашей организации на самом деле есть вот здесь вот страны перечисленные, а здесь вот колонка – это люди, реальные люди, которые зарегистрированы. То есть я могу даже любую страну открыть и увидеть, что это за люди, там их координаты, телефоны, мейлы. А здесь объемы покупок этих людей, то здесь 28 стран. То есть в 28 странах наша организация «Рома Бизнес» есть люди, которые на самом деле могут пользоваться всеми льготами нашей организации «Рома Бизнеса». Льгот очень много, я сегодня поговорю. И в первую очередь, конечно, это для нашей организации – это обучающие курсы, обучающие программы. В чем абсолютно неважно, где человек находится. Вот здесь в 28 странах они могут находиться и этим пользоваться. Так же, как интернет-магазинами «Дутера», промо-акциями «Дутера», я тоже про это поговорю. То есть это говорит о том, что у нас международный бизнес. Это не я подписал 28 стран, поверьте, я работал только в Израиле и в России, реально. Это мои лидеры, это мои дистрибьюторы, это вы. То в данный момент, возможно, даже слушать этот курс. И вот даже я сейчас задам вопрос. Поставьте цифру, скажем, 10, у кого есть в организации люди из других стран. То есть не в той стране, где он живет, а еще из других стран. Поставьте, есть такие сейчас из присутствующих, у кого есть ли люди, хотя бы один дистрибьютор или более того, из других стран. Или вы просто не знаете, как это смотреть. Это тоже может быть. То есть как заглядывать вот в эту, в май дутера, в офис. Окей. Следующий вопрос, следующий вопрос. Мы переходим к сегодняшнему занятию. Что мы будем на сегодняшнем занятии разбирать? Что мы будем разбирать? Вот уже вопрос у Елены. Откуда эта таблица, где можно это видеть? Вот видите, я даже. Сразу отвечу Елене. Елене Ройтман. Эта таблица находится в вашем электронном бэк-офисе. То есть у вас есть электронный офис свой в дутере. Называется он май дутера. Моя дутера. То есть перед словом дутера ставится эм-вай. Май. Одним словом, май дутера точка ком. Туда вы заходите по номеру и паролю. И там вы видите все, что касается вашей организации. В том числе, если я вас, как я сказал, по странам, по закупкам и так далее. Это вы обратитесь к наставнику, они вам покажут. В компании дутера все компьютеризировано. Это очень-очень удобно. То есть я не знаю, сколько надо иметь секретарей, чтобы вести такой бизнес, который, как у меня, где там 4000 человек почти что работающих, еще в 28 странах. И учитывать там все закупки, время, звания, бонусы всем моим дистрибьюторам, не только мне, и так далее. Так вот, про что мы сегодня поговорим? Про что поговорим сегодня? Очень важно, про что я хочу вам рассказать. Первое – это продвижение обучающих программ, курсов и создание системы для дистрибьюторов и клиентов. Это очень важный фактор. То есть это фактор не менее важный, как приводить людей, потому что должно быть еще обучающие программы. Про это поговорим. Второе – командная работа, использование ресурсов наставников и фирмы-производителя. Как мы уже рассказывали про сетевой бизнес, это было прямо на первом занятии, что это командная работа, это преимущество. Потому что команда всегда выиграет у волка-одиночки, даже если он способный и талантливый, он не сможет противостоять команде сплоченной, в конкуренции и в бизнесе. И организация работы, онлайн и оффлайн. То есть вот сегодня, как можно организовать работу. Вот эти три очень важных момента мы разберем с вами, потому что многие эти моменты, может быть, знают, но, может быть, не уделяют им достаточно внимания. И, может быть, не совсем понимают, как это все работает. Ну что, начнем с первого, очень важнейшего, я считаю, практически основа сетевого маркетинга – это продвижение обучающих программ и курсов для дистрибьюторов и клиентов сети. «Знание – это сила», – сказал Юлий Цезарь. «А учение света, а не учение тьма», – сказал Александр Суворов. То есть все знают, что Александр Суворов сказал тяжело в учении и легко в бою, но не все знают, что учение света, а не учение тьма, тоже сказал Александр Суворов. А еще я хочу привести просто замечательные, замечательные высказывания американского писателя, публициста, философа Эльвина Тоффлера. Что в 21 веке неграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться. Вот запомните, даже можете где-то это записать. Сфотографируйте этот слайд, что в 21 веке неграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться. Почему? Потому что они все умеют читать и писать на самом деле. Это что, грамотность? Нет. Мир меняется. Кто-то жил без интернета, появился интернет. Скорость, с которой сегодня меняются различные информационные технологии, и человек должен уметь учиться и переучиваться. Иначе он не будет грамотный в современном мире. Он будет грамотным, но в мире, в котором уже не существует. То есть мир поменялся, а он остался в прошлом. И вот сегодня мы про это как раз поговорим. То есть что мы сейчас делаем в данный момент на курсе? Мы изучаем что-то новое. Современные методы маркетинга. Сетевый маркетинг, он очень молодой. Мы это тоже обсуждали на прошлых занятиях. И несмотря, что он такой молодой, он сегодня делает колоссальные объемы продаж. Я вам приводил цифры, я повторю, 300 миллиардов долларов. Годовой оборот 300 миллиардов долларов сетевого маркетинга. И понятно, что интернет-магазины, сетевые маркетинги, они, естественно, победят обычные магазины, продажа которых снижается. Теперь, почему важно обучать дистрибьюторам? То есть идея вообще сетевого маркетинга уникальна тем, что личный успех и доход напрямую каждого человека зависит от успеха и продвижения членов его команды. То есть мой успех зависит от успеха моей команды Aroma Business. От конкретно вот этих, вот я вам показывал, 56 премьеров, насколько они будут превращаться в серверов и расти дальше, и появляться новые лидеры. То есть от этого зависит мой успех. Это не я привел 4 тысячи человек, там научил, обучил, что они покупают. Когда-то я курс вот этот открывал, сетевой бизнес, первый самый, да, в Дутере, и я говорил, что у меня организация уже делает более 200 тысяч долларов в месяц продаж или покупок. Вот. Сегодня, если вы видели там 240 тысяч очков, это уже, 240 тысяч очков, это уже практически, что делает, больше, чем 300 тысяч долларов, да, организация выкупает в разных интернет-магазинах компании Дутера. Главная задача лидера, любого лидера, на любом уровне, это помочь новичкам, в первую очередь, стать самостоятельными, создать условия для развития их собственного бизнеса. Потому что каждый человек, который пришел заниматься, то есть есть потребители, которые просто пришли пользоваться продуктом, но есть люди, которые решили заниматься сетевым бизнесом, бизнесом. И поэтому у них должно быть оборудовано их рабочее место, у них должны быть созданы условия, да. Условия создает компания, мы будем говорить об этом, да, она создает шикарные условия. У нас сегодня в 70 странах мира, в таких больших странах, там, как Китай, Россия, Америка, Канада, Объединенная Европа, вот, имеется официально Дутера, официально работают интернет-магазины, то есть наш рынок потенциальных клиентов насчитывает не один миллиард человек, да. Вот, это создают, но помимо этого еще лидеры сами создают свои организации, свою систему дополнительных дутерий, особенно систему обучения. То есть в идеале каждый дистрибьютор, независимо от того, какой у него спонсор, то есть может быть у него спонсор-новичок. Бывает, что человек приходит и быстро начинает подписывать людей, людям нужна информация, он еще не обладает всей информацией, он сам пару месяцев как в компании, но в идеале каждый дистрибьютор должен получить знания о товаре и о построении бизнеса. Сейчас, в данный момент, вот у нас курс, да, вы получаете знания о построении бизнеса. Должна быть работать именно дублицируемая система обучения, да, с помощью которой новичок быстро осваивает бизнес, может приводить партнеров и начинает получать желаемый результат. То есть правильная система обучения – это когда именно она дублицируемая система. Вот я хотел сказать, это вот это правильное обучение. Дублицируемая система, что потом это же обучение можно передавать дальше. То есть сама система обучения должна быть достаточно простой. То есть не давать никаких сложных задач. Плюс ко всему, поскольку это обучение очень важно для развития команды, для развития бизнеса каждого лидера команды, обучение для своей структуры должно проводиться бесплатно. Вот это вот себе где-то пометьте, что обучение людей в сетевом бизнесе от своей команды, от своих лидеров происходит бесплатно. Потому что лидеры получают, что лидеры получают бонусы, да, за бонусы от компании Дутера, согласно созданного рынка сбыта. Поэтому не надо тратить деньги на обучение, и вы в сетевом бизнесе. У вас есть лидеры, в чем успешные, они вам передадут все-все свои знания обязательно. И по товару, и по бизнесу абсолютно бесплатно. Понятно, что есть команды, которые предлагают, рекламируют различные курсы за деньги, да, то есть не надеются на большие, видимо, бонусы от самой компании, хотят зарабатывать на курсах, да. Обычно они предлагают это в параллельные какие-то структуры, или там всем, неважно кому, может даже своим за деньги. Это абсолютно неправильно, и главное, не надо вам тратить зря деньги в чужой бизнес. Вот это самое важное. Когда вы идете на платные курсы, вы тратите на самом деле деньги в чужой бизнес, потому что это курсы, это бизнес. Вы можете на эти деньги как раз покупать продукцию Дутера. То есть инвестировать, то есть покупки в Дутера, это инвестиции в ваш бизнес. То есть понятно, как вопрос, как правильно тратить деньги. То есть на сегодняшний день, вот скажем, в нашей команде полная есть система самостоятельного учения, правильного, дублицируемого, которое легко повторяется, поэтому это экономит вам деньги на других курсах. Вам не нужно на это тратить. В системе обучения обязательно должна быть, во-первых, простое, а во-вторых, должны быть практические задания. Вот то, что я вам задаю, практические задания. Когда у нас идут курсы по семейной аптечке, тоже задаются домашние задания, раздаются рецепты и так далее. И при этом задание должно быть легко выполняемым, как я сказал, не требовать специального образования. То есть когда вы учитесь своих людей, вы должны знать, что вы должны давать такие знания, которые не требуют специального образования. Это значит, что то, что вы просите, то, что вы учите, это может любой человек. Даже если вы ароматерапевт, даже если вы врач, даже если вы профессор, но решили заниматься, скажем, с компанией Дутера эфирными маслами, заниматься этим бизнесом, вы должны, можете по своей специальности, как профессор делать любые лекции, на любую аудиторию, на профессорскую, может, у вас какие-то есть продвинутые студенты, это пожалуйста. Но в сетевом бизнесе вы должны опуститься на уровень ваших дистрибьюторов, ваших людей, которые абсолютно-абсолютно разные образования, знания. Скажем, вы можете знать, что они все закончили среднюю школу. Вот на таком уровне вы должны давать им задания не сложнее, и давать в том числе обучение не сложнее. Обучение должно соответствовать маркетинг-плану, продукции компании, понятной политике компании. То есть, если ваше обучение совпадает с маркетинг-планом, как строить бизнес, вам легче, и ваши люди получают быстрее результаты, потому что это совпадает. То же самое, что обучение по продукции, и то же самое политика компании. То есть, компания проводит какие-то идеи, какую-то политику. Если ваше обучение совпадает, человеку очень легко, потому что компания служит вас и служит компанию. Потому что компания тоже проводит различные тренинги, занятия, конвенции в том числе. И у человека должно все это совпадать. Вот, скажем, с компанией Дутера все очень хорошо, эфирные масла, ими можно лечить, но компания Дутера этим не занимается и не рекомендует. И даже, в общем-то, запрещает в основном дистрибьюторам заниматься лечением, поскольку понимает, что многие дистрибьюторы вообще не врачи, не могут правильно поставить диагноз и только могут напортачить. Компания Дутера заявляет, что эфирные масла компании Дутера – это для здорового образа жизни, это просто красота, здоровье, молодость, это профилактика заболеваний, не лечение заболеваний, а именно профилактика. Это антистресс, это хорошее настроение. В общем, все такое, что не связано с тяжелыми болезнями и с лечением. И это, на самом деле, политика не нашей организации Aroma Business, хотя это политика нашей организации, но идет она от политики компании Дутера. Есть другие организации, которые учат людей лечить, заниматься лечением. Компания это не приветствует, и у этих организаций, естественно, результаты будут значительно хуже. Поэтому здесь очень важный вопрос, еще раз, очень важный вопрос по обучению, я всегда говорю, чтобы вы не учили людей лечить. Когда человек задает, да, у людей бывает проблема, да, иногда нужно лечение. Но ваш бизнес и эфирные масла здесь ни при чем. Человека можно отправить к врачу, да, когда лечим, сидите, можно идти к врачу. Можно посоветовать какому врачу, да. Можно дополнительно поставить эти эфирные масла не как лечение, а как помощь, как вспомогательная вещь. Для улучшения иммунитета, для улучшения настроения, когда человек настроение лучше, да. Нет страхов там всяких по поводу его заболевания, то заболевание уходит и лечится легче. Поскольку психологически он настроен на здоровье, на выздоровление. Вот здесь эфирные масла могут помогать. Но не надо залезать в лечение. Тем более, что мы говорим сейчас о бизнесе, о влечении, скажем, для вас. Я сейчас вам прямо на пальцах покажу. Никаких денег нет, никакого бизнеса нет. Хотя эфирными маслами ароматерапевты, есть клинические ароматерапевты, могут лечить. Но, в принципе, денег там нет. Почему, я вам отвечу. Потому что, представляете, есть человек, болен чем-то, скажем, серьезное хроническое заболевание. Вот на этого человека, у которого это заболевание, им занимаются. Министерство здравоохранения, включая больницы, поликлиники, врачи, медсестры. Дальше, клиники альтернативной медицины тоже подключаются. Аптеки, естественно, хотят деньги заработать, там выписываются лекарства. Дальше. Есть еще экстрасенсы, есть еще гадалки. Есть кто угодно, еще плюс, который готов лечить этого человека каким-то способом. Есть еще и эфиристы, которые ему тоже голову морочат и тоже хотят деньги заработать. И вот в этом списке, представьте, в этом списке не хватает только дистрибьютора компании Дутера. Вот вас там не хватает в этом списке, чтобы заработать. Вот на этом человеке, который вот тяжело болен. Поэтому не надо туда лезть, вот в эту кашу, когда вокруг вас масса людей абсолютно здоровых. Что значит абсолютно здоровых? Любой врач скажет, не бывает абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. То есть у них может даже сегодня есть предпосылки к каких-то заболеваниям. Ну, если они будут вести здоровый образ жизни, то возможность, эта предпосылка никогда не произойдет. То есть вы можете говорить о том, что мы говорим про филактику. Никто не занимается профилактикой. Все почему-то лечат. Поэтому здесь вот заметьте, где ваш бизнес в системе обучения. Мы также и обучаем людей. Это именно профилактики, здоровый образ жизни. Но построение эффективной системы обучения новых партнеров приведет к максимальным возможностям дубликации. Это принцип «делай как я, обучай других, делай так же». И со временем ваши новички будут принимать ваш опыт, маркетинговую тактику и будут обучать так же, на самом деле, своих партнеров. Это, знаете, как в семье. Мы воспитываем детей, дети воспитывают внуков, внуки воспитывают правнуков. Но мы закладываем что-то в этом воспитании. Понимаете, что мы закладываем, оно так и передается. Что должна включать обучающая программа? Первое, конечно, это преимущество такого обучения, что это возможность учиться именно у успешных практикующих профессионалов, не теоретиков. Потому что, если я вас учу, то у меня есть организация, наша организация с моими лидерами, Aroma Business, у меня есть чеки, у меня есть результаты, вот вы видели, есть объемы продаж. То есть, организация выстроена с октября 2017 года, то есть, можно сказать, 3 года прошло. У нас сейчас октябрь 2020. То есть, раскрученный хороший бизнес за 3 года. То есть, вы учитесь именно у практиков. Потому что есть куча теоретиков, которые делают различные курсы, никогда ничего не строили. То есть, о том, что они учат, они сами это делать не умеют, но могут научить. Вот здесь преимущество того, что новички учатся у своих лидеров, у которых есть опыт. Это важно. Цель обучения – это, конечно, дать знание, мотивацию каждому дистрибьютору, который в следствии пойдет вести за собой дальше людей. И воспитывать, конечно, себе лидерские качества. Потому что, кто умеет учить, то есть, это человек, которого будут слушать. То есть, это лидер ведет за собой, лидер обучает. И поэтому, конечно, тут задача любого лидера, как я сказал, воспитывать лидеров. Воспитывать своей организацией лидера, простить их. Я всегда люблю различные высказывания. Вот это одно из моих самых любимых, я уже говорил это на курсе, может, кто-то не слышал, что хорошая команда идет за лидером, а великая команда состоит из лидеров. Вот мне, конечно, хотелось бы и великую команду. Поэтому у меня растут лидеры, у меня есть даймонды, у меня в этом месяце, чтобы не сгладить, будет гольд. Даже не в этом за сентябрь, просто еще не все закрыто, будет гольд, у меня есть, понятно, сильверы. То есть, новый гольд. Гольд у меня уже есть в организации, просто еще один появится. Вот это все важно. То есть, лидер должен понимать, что вся система обучения создана именно для того, чтобы выращивать лидеров. И новичок, который сейчас вступил, все, кто меня сейчас слушает, в том числе, люди, которые, может, совсем недавно подписались в компанию Дутерра, они должны понимать, что он учится для того, чтобы развивать свой бизнес. И это вот очень важно, что человек должен понимать, что он в своем бизнесе, и он обучает, он обучает людей, обучает людей своему бизнесу. Вот, как сейчас мы учимся на курсе. Вот это очень самое важное, то, что каждый человек должен знать. И отработка знаний, заданий на практике. То есть, вот это тоже очень важно, потому что знать и уметь – это две разные вещи. Вы согласитесь, что знать и уметь – две разные вещи. Так вот, моя задача на курсе – это, в самом деле, чтобы вы не знали, а чтобы вы умели. А умение приходит с опытом, то есть мне нужно, чтобы вы делали, я все время задаю домашние задания. Кто делает, то того, конечно, получается. Значительно лучше, чем кто просто знает. Вот, ну, способы подачи обучающего материала, это, естественно, зависит от цели обучения. То есть, курсы о продукции, для кого они нужны? Конечно, это, в первую очередь, для потребителей и для людей, которые занимаются, используют эту продукцию для своей практики. Скажем, это ароматерапевты, физиотерапевты, рефлексологи, массажисты, косметологи. У нас, кстати, вот сейчас будет курс по аромакосметике. То есть, это специалисты, которые используют эфирные масла в своей деятельности. Вот для них это, конечно, курсы по продукции. А вот курсы о продукции и развитии бизнеса для всех, кто хочет заработать и построить бизнес. То есть, если ты хочешь построить бизнес, тебе недостаточно курсов только о бизнесе. Ты должен знать в том числе продукт. Ты должен быть сам, как говорится, знать и уметь хорошо пользоваться продуктом, чтобы получать результаты, чтобы иметь хорошее настроение, хороший внешний вид, хорошую энергетику. И тогда у тебя все получится. Поэтому эти курсы, они… То есть, все, кто хочет заняться бизнесом в компании Дутера, я не то, что рекомендую, а это, как говорится, очень важно, что он должен посещать курсы как по продукции, ты должен знать продукт, так и о бизнесе. Ну, залог успеха, если взять, залог успеха, да, это постоянное саморазвитие, согласитесь, да, мы все время развиваемся, мы должны все время учиться. Вот я все время говорю, почему мы развивались в детстве, потому что мы в детстве все время учились чему-то другому, у нас все менялось. Был детский садик, потом школа, еще школа младшие классы, потом старшие классы, да, с какой-то другой уровень, потом там институт или техникум, потом работа. На работе тоже что-то, когда мы пришли, начали изучать, потому что одно дело знать теоретически, но дело практическое. А потом человек останавливается и перестает вообще что-то изучать. И потом говорит, что-то ничего не двигается, что-то в жизни перестали, какие-то положительные изменения нет. Ну, слава богу, что он на детском садике обучение не остановил, а там где-то на работе, да. Поэтому всегда можно обучаться, учиться и переучиваться, да, так вот была фраза. И не всегда есть возможность посещать очные курсы и тренинги. Ну, сейчас вам времена короны, вообще это невозможно. Ну, и даже если без вирусов, без вирусов, не всегда есть возможность. Поэтому альтернатива, очень хороший альтернатив вообще любому обучению сегодня, это онлайн обучение. Вот то, что сейчас происходит. Онлайн обучение имеет колоссальный плюс. Это возможность заниматься, во-первых, в любое время, в любом удобном месте, да. То есть вы можете обучаться, да, вот, идти из группы ватсап, задавать вопросы, просматривать видео и так далее. Это экономия временную дорогу и возможность оставаться дома. Потому что иногда бывает, чтобы добраться до курсов, да, там, надо проехать какое-то расстояние, бывает там полтора часа дорога в один конец, это полтора часа туда, полтора часа обратно, а само занятие, скажем, двухчасовое. Два часа превращается в пять. Вот, то есть это экономия времени. И достаточно телефона или компьютера с доступом в интернет. Вот это очень-очень важно. Вот у нас, как я уже вам показал, да, что у меня в организации, да, в нашей организации, аромабизнес, 28 стран. Ну, как человек из... И одновременно сейчас находятся люди из разных стран. Я почти уверен, что есть люди, которые находятся из Израиля, есть люди, которые из России, есть люди, которые там с Украины и так далее. То есть это очень-очень удобно, когда есть возможность просто обучаться и независимости какая страна. Более того, сказать, что мы сейчас скоро начинаем курс семейная аптечка, 7 числа он запускает этот курс, для новичков, которые купили инвестиционный набор, да, семейная аптечка. Вот курс проводит три ароматерапевта, куча. Одна женщина, она из Белоруссии, одна женщина из Азербайджана и одна женщина из России. И я организую этот курс, я с Израиля. То есть понимаете, то есть даже сами, сами преподаватели тоже могут быть с разных стран. И люди учатся. То есть это очень удобная форма обучения онлайн. Вот теперь я хочу сказать, почему наша организация так процветает. Вот после того, как вы поняли, насколько важно обучение, что это как бы основа вообще всего залога, залог, так сказать, успеха. Как в свое время говорил в известнейшее высказывание Сталина, это было, кадры решают все. На самом деле обученные, не кадры, а обученные кадры решают все. И вот важная, очень важная информация сейчас будет для вас. Потому что эта информация уже практическая про организацию Aroma Business, да. Про нашу организацию, что у нас есть. И наставникам, наставникам, у которых есть свои организации, это неважно, 5 человек организации или 100 человек организации, я прошу вот эту информацию донести обязательно до всех-всех. Потому что, чтобы люди должны понимать, про что я рассказывал сейчас, что система обучения, система обучения, это колоссальная сила. И у нас организована система обучения на двух языках на сегодня. В дальнейшем мы планируем еще английский. Но пока у нас, я живу в Израиле, у нас организована система обучения на двух языках, на русском и иврите. Вот в нашей организации. Это большой плюс, потому что дает возможность людям, которые не знают, скажем, израильтянам, которые не знают русский, регистрировать под себя людей. И, скажем, которые буквально чуть-чуть знают иврит, но при этом, как говорится, обучение, они получат все на русском языке, хотя сам спонсор русский язык не знает. И наоборот, у нас такая ситуация есть, что, наоборот, русскоязычные люди, которые плохо знают иврит, регистрируют под себя ивритоговорящих и отправляют их на обучение, их обучают на иврите, потому что сам спонсор обучить на иврите не может, он знает его достаточно плохо. Значит, что касается на иврите, вот у нас идет, скажем, воскресенье, курс на иврите, семейная аптечка, эфирные масла в каждый дом. Он начинается 11 октября. Кстати, у нас вот только в октябре откроется 4 разных курса. Люди должны знать, 4 разных курса открываются в нашей организации «Рома Бизнес» абсолютно бесплатно. Единственный, так сказать, входной билет на эти курсы, входной билет, это что человек в сентябре или в октябре, потому что тут начало октября, он может в октябре, купил, сделал личную закупку на 100 пиви. Что такое пиви? Мы проходили по маркетинг-плану, посмотрели, вот человек купил на 100 пиви, это его входной билет на курсы. То, что человек имеет продукцию, его, значит, можно учить или по продукции, или по бизнесу, и так далее. Так вот, курс на иврите, семейная аптечка, эфирные масла в каждый дом, начинается 11 октября. Это будет 5 занятий по воскресеньям, всегда по воскресеньям, с 7 до 21 часа. Вот, тоже 2 часа. Как сегодняшнее занятие? Пожалуйста, у кого есть сегодня какие-то потенциальные ивритоговорящие люди, да, или которые хорошо знают ивриты, хотят подучить семейную аптечку, чтобы можно было работать с этими маслами в ивритоговорящей среде, пожалуйста, они могут записываться на этот курс. Или у Михаила Константиновского, который проводит этот курс, или у меня. В личку пишите, знаете, я вас зарегистрирую. Это важно. Второе. Ознакомительные встречи на иврите. Эфирные масла – натуральное решение для красоты и здоровья. По вторникам. По вторникам. Опять на иврите. Также с 19.00 до 21.00, пожалуйста, ознакомительные встречи на иврите. Для кого я опять нужно? Человек заинтересовал, вот новичок кого-то заинтересовал, сам рассказать еще хорошо не может, ответить на вопросы не уверен. Пожалуйста. Он может просто пригласить человека на знакомительную встречу, где рассказывать человеку профессионально, опять на языке, который он хорошо понимает на иврите. Все, что касается эфирных масел, насколько они экономят время, деньги и силы, насколько они необходимы. В каждом доме именно семейная аптечка, то есть там прорекламируется именно регистрационный набор наш, семейная аптечка, тут все логично, то есть никаких других масел не будет разговор, потому что человек при регистрации оптимально купить, что набор из 10 продуктов компании Дотера, это 6 эфирных масел и 4 смеси, и это же будет входной билет на курс. То есть одновременно с этим он попадает на курс. Какой курс? Который проходит вот семейная аптечка эфирные масла в каждый дом. Вот, пожалуйста. Все очень логично. Третье, что, да, это мы говорили про ибрид, теперь мы поговорим про русский язык. Курс на русском языке сетевой бизнес для чайников, который вы сейчас проходите. Этот курс у нас крутится постоянно. Он закончится 19 октября с учетом домашних заданий. То есть последняя лекция будет раньше, но еще будет неделя домашние задания, обсуждения. И с 19 октября начнется новый курс первого занятия. Новый курс – это, опять же, сетевой бизнес для чайников. Для кого? Для новых людей, которые появились, которые хотят пройти курс. И для старых людей. То есть бывает человек с первого раза не совсем ехал, ну, так скажем, не то, что не понял, недопонял, что-то не получилось, что-то пропустил. Так что он делает, этот человек? Он следующий, да, на следующий курс попадает в этой же группе, да, сетевой бизнес для чайников и повторяет, знаете, повторение, мать учения, потому что ему нужны результаты и закрепление этого результата. Плюс у него появляются люди, которые интересуются бизнесом, он говорит, замечательно, вот, вступай в наш бизнес, пожалуйста, курс. То есть курс один заканчивается, следующий начинается. Это по бизнесу. Теперь, это по понедельникам. Теперь по вторникам. То есть у нас, видите, в воскресенье идет курс, в ноябре семейная аптечка, в понедельник идет по бизнесу на русскому языке, во вторник идет курс, да, открывается новый курс «Секреты красоты с эфирными маслами». То есть 6 октября, это уже завтра, да, первое занятие. Кто не зарегистрировался, скорее обращайтесь к своим, к Елизавете Ачеретьска, можно к Павлу Донзону, ко мне, да, то есть к ведущим курсу и ко мне, по поводу, по поводу зарегистрироваться на этот курс. Как я сказал, у кого в сентябре или в октябре есть 100 очков, 100 пивей, ему этот курс полагается бесплатно. Вот, секреты красоты с эфирными маслами. Мы же говорим «красота, здоровье и молодость». Вот, пожалуйста, это как раз в теме, как бы, идеи, которые пропагандирует компания Дутерра. По средам, по средам, да, тоже курс у нас открывается 7 октября. Курс «Семейная аптечка. Эфирные масла в каждый дом». Только уже на русском языке. То есть у нас параллельно идет на иврите и на русском. Потому что у нас много ивритоговорящих, у меня большая организация. Здесь, вот, как я говорил, с 3800 чем-то человек, там более 2000 человек, которые хорошо говорят на русском, на иврите, ивритоговорящие. Но, помимо этого, приблизительно столько же есть и русскоговорящих. Поэтому курс «Семейная аптечка. Эфирные масла в каждый дом» начинается 7 октября. Этот курс необходим всем, кто хочет заниматься бизнесом и, в общем-то, всем, кто вступил в компанию Дутерра, как потребитель, потому что большинство, практически 95% вступают в компанию Дутерра, покупают регистрационный набор. Это семейный набор, состоящий из 10 баночек. И на этом курсе, понимаете, рассказывается вся ароматерапия на основе именно этих масел, именно на основе этих смесей. Вот здесь очень важно понять, что это дублицируемая грамотная система. Человек купил регистрационный набор, ему не нужна ароматерапия пока по тем маслам, которых у него нет. Потому что есть у него что-то, что он уже может пользоваться. Чтобы курс был не теоретический, а практический. А ароматерапевты, которые ведут этот курс, они знают, что у людей есть на руках. Они знают, что входит в этот набор. Они сами, как говорится, этот набор имеют у себя на руках. И, соответственно, они преподают по всем вопросам, согласно именно по этим препаратам. То есть там каждый день рассматривается два. Или два эфирных масла, или две смеси эфирных масел. То есть, соответственно, их там 10, а занятий 5. Вот получается все 10 обязательно будут рассмотрены, разжеваны, чтобы человек был очень доволен покупкой, пользовался для себя, для семьи, и все. И это двигает бизнес. И более того, он понимает, насколько это здорово. Купить и получить курс в подарок, и на курсе разобраться с этим продуктом, и понять, насколько он нужный. И тогда ему легко это предлагать своим друзьям, знакомым в интернете. Потому что у него хорошие результаты, он правильно пользовался, не наделал никаких глупостей. А если так человек купил, он может что-то не то сделать, неправильно пользоваться, или вообще не пользоваться, не зная, что делать с этим, и так далее. То есть здесь все очень-очень обучение. Грамотное и дублицируемое, и понятно. И помимо этого, шестое, это каждый четверг, каждый четверг идут ознакомительные встречи на русском языке. Эфирные масла – натуральное решение для красоты и здоровья. Опять же, знаете, какая получается в нашей системе, в нашей системе на двух языках, то есть неважно на каком языке, какая получается дублицируемая, хорошая система обучения, развивающая бизнес. Человек решился, хотя бы как потребитель, купить семейный набор. Купил семейный набор, пошел на курс, получил хорошие результаты, начал делиться с ними людьми. То есть мы говорим, просто передавайте свои результаты, рассказывайте, хвастайтесь. Самое лучшее – это хвастаться. Говорит, хвастаться нехорошо. Вы знаете, хоть она у великого человека, который был скромный. Вот не знаете такого человека. Не существует. Так вот хвастайтесь. Когда люди начинают задавать вопросы, а что это, а почему, а как, вместо того, чтобы отвечать, можно, поскольку вы не готовы, если человек новичок, можно отправлять сразу на знакомительную встречу. И на знакомительной встрече профессиональный аромотерапевт расскажет человеку, насколько классно иметь эти масла в дом. Не вы расскажете, чтобы не было у вас возражений, отказов, еще что-то. Вообще не вы рассказываете. Знаете, как говорится, нет пророка в отечестве своем. А это рассказывает другой человек, профессионально рассказывает и заинтересовывает и предлагает человеку что? Купить семейную аптечку и записаться на такой же курс. А вы еще рассказываете, как здорово было на курсе. То есть я бы сразу и какой хороший товар, какой хороший курс, и вот ему все это предлагают. Еще со скидкой, 25%. А в этом месяце еще на наборы большие, которые 15 миллилитров, эфирный дом называется, еще в этом месяце для новичков есть промо-акция в Израиле, по-моему, до 15 числа, а в России, по-моему, до конца месяца. Это промо-акция, что дается дополнительно еще эфирное масло Капайбы и эфирное масло Мандорина по 15 миллилитров и еще дополнительно в подарок. То есть все складывается. Дальше человек, чему учит на этом самом, я учу на своем бизнес-курсе, который пошел на бизнес, раздавать пробники. Раздавать пробники с чем? Лаванда, лимон, перечный мят. Помните, да, наше занятие? Лаванда, лимон, перечная мят. И домашнее задание по этому поводу. Они тоже есть в семейной аптечке, что у человека сходится, если ему понравился лимон или перечная мята, да, а что у вас еще есть? Пошел на ознакомительную встречу и предложение купить, и там также перечная мята или там же также лаванда. То есть здесь очень все специально продумано, что у человека все складывается, все совпадает. Поэтому залог успеха организации Aroma Business с у нас логичная, дублицируемая, простая система обучения и правильное обучение это вот одно из залогов. Человек купил рисунный набор, получил по нему всю нужную информацию, что он уже довольный пользователем. Захотел заниматься бизнесом, пошел сюда. сетевой бизнес для отчаянников. Потому что не нужны никакие знания, он никогда не был бизнесменом, мне не нужно, зачем был бизнесменом, мне не нужно, чтобы у него был опыт в сетевом бизнесе. Мы все рассказываем с нуля, простые вещи. Может быть, у него опыт, может, выучили как-то более сложно, мне его еще переучивать, мне проще, чтобы он как бы учился с нуля. Вот реально проще. Вот это систему, если вы поймете, и что люди входят просто в систему, и это командная работа, ведь это не я провожу курсы, вот этот курс провожу я. На Еврите проводит Михаил Константиновский, по косметике проводят мои дистрибьюторы, Ольга Шталь, косметолог, 18 лет стажа по ромокосметике именно. Елизавета Черецко, кандидат медицинских наук по ромотерапии, как раз по эфирным маслам кандидатскую защищала, без пятигольд моей организации. Семейные ознакомительные встречи проводят, я вам сказал, Ольга Мальцева с Россией, Елена Голубева с Азербайджана, Ольга Савчук с Белоруссии, то есть аромотерапевты, коучинг, то же самое семейную аптечку курс они ведут, то есть команда работает и вы, ваша задача просто воспользоваться и в эту команду, в работающую хорошую команду влиться, влиться со своими организациями и со своими новичками, и все будет очень хорошо. Вот это слайд можете тоже сфотографировать, я вам советую прямо на мобильный сфотографируйте, это залог успеха, здесь есть все, презентации в онлайне, все курсы в онлайне по бизнесу и по продукции и еще на двух языках иврит и русский. Так что люди, которые живут в России или в Украине, у которых знакомые с Израилем, они могут подписать их, что тебя получат образование на русском языке, а те же в Израиле будут подписывать иврит и говорящих. И у вас появляются люди, которые говорят зачем, вот как у меня 28 странных, там Испания, там Португалия, я вообще языков не знаю, я английский-то не знаю, можно сказать. Пожалуйста, вы даже язык знать не должны и у вас может развиваться организация при правильной системе обучения и курсах у ваших наставников, то есть в вашей команде. Еще раз, наша команда Aroma Business, поэтому просьба не ходите ни в какие другие курсы, особенно платные, не тратьте деньги, у вас все подготовлено и главное, что очень все просто организовано. Поговорим, сейчас мы говорили про обучающие программы для дистрибьюторов и клиентов сети. Поговорим по организации работы онлайн и оффлайн, продвижение бизнеса в МЛМ в интернете. Первым делом в интернете сегодня количество людей больше, чем на улице. сегодня практически большинство людей, когда у них свободное время, в данный момент работает, вы тоже к нему не обратитесь, они находятся в интернете и особенно в социальных сетях, то есть используйте социальные сети. Это Facebook, это Instagram, это ВКонтакте, это Одноклассники, это Twitter, это группа WhatsApp. Я предлагал открыть группу WhatsApp, приглашать туда людей, то есть вы уже можете с этими людьми работают, в чем это интернет. И вы можете приглашать свою группу WhatsApp, людей совсем с разных стран мира, не важно, что ваш знакомый живет в Германии, пожалуйста, вы можете его приглашать и давать информацию. Все это онлайн, в интернете. YouTube. Можно научиться снимать какие-то маленькие ролики. В принципе, я вам правда советую снимать ролики, что YouTube такой популярный, очень много видео, которые набирают миллионы просмотров. Поэтому людям значительно проще увидеть видео, где сразу они видят и слышат, чем читать тексты. Поэтому сегодня за счет того, что есть YouTube, вы можете снимать, открыть себе канал, ставить на YouTube, маленькие ролики вы можете снимать и даже без YouTube посылать по WhatsApp, выставлять в Facebook. То есть у вас есть такая возможность видеорекламы, собственной видеорекламы. ну и сайт интернет, то есть сайт в интернете это достаточно работа, такая кропотливая, он дает большие возможности сайт, но с другой стороны и тратит много времени на его создание. И все эти возможности, которые у вас есть, кстати, между чем в Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, все социальные сети предлагают вам открывать ваши личные странички. Почему они это делают, у них тоже свой интерес, зачем им давать вам такую платформу, чтобы вы себя рекламировали, свой бизнес, то есть они вам предлагают, даже конструктор дает для ваших личных страничек. Зачем это нужно? Потому что вы начинаете рекламировать эти странички, посылать их друзьям, знакомым, чтобы они зашли, и тем самым рекламируете социальную сеть, Facebook, Instagram, одноклассники и так далее. Они тоже борются за количество посещений и количество людей. Поэтому они вам дают такие возможности, вы можете эти возможности воспользоваться. Абсолютно бесплатно, ведь у них тоже есть интерес. А вы сделаете красивую страничку по своему аромобизнесу, будете рекламировать, и там уже Facebook тоже будет хорошо. Вы наверняка слышали многие про воронки, воронка продаж, то есть этапы, воронки продаж, как это вообще все работает в интернете. Вначале естественно это как бы этапы, то есть вы делаете какое-то знакомство в большом количестве людей. Именно в интернете работает как в любом деле это большое количество людей. То есть заявляете о себе, о своем бизнесе, делаете так называемую вывеску. Любой ваш пост, ваша реклама, ваша страничка в интернете это вывеска. Вот как обычный магазин открывает, что вы видите, он делает вывеску, продукты или не знаю что-нибудь там, велосипеды, ремонт холодильников, неважно что он там. Но эту вывеску видят все. Кто-то приезжает на машине, кто-то по улице идет, видит. То есть это как бы вывеска. Именно она-то и притягивает людей, кому это нужно сделать вывеску. Вы не видели такого, чтобы человек открыл магазин, предположим, да, и вместо того, чтобы сделать вывеску, красиво, привлекательно рассказать, что у тебя есть, всегда найдутся люди, кому это надо, а он просто бегает угол своего магазина, тупо хватает людей там за штаны, за рукава, там, не знаю, за шапки и тащит свой магазин. Да, вы такого никогда не видели. Почему-то люди, когда начинают заниматься сетем маркетинга, они вместо того, чтобы сделать красивую вывеску, вместо того, чтобы хвастаться, что-то показывать, они начинают просто тащить людей, то есть приставать и тащить их куда-то. Вместо чтобы все сделать наоборот. Тем более, что проходили принцип посла, все вы помните, психология, чем вы сильнее кого-то начинаете тянуть, тем сильнее человек начинает упираться. То, что животное. Поэтому еще раз хочу сказать, первым делом вы должны сделать просто знакомство большого количества людей через интернет через различные посты, красивые вывески, какие-то интересные заманушки. Если вы, скажем, знакомство 200 человек, то проявит интерес человек 40. Опять же, это не то, что они все побежали что-то покупать у вас, или бизнесом заниматься. Нет, и просто их это как-то заинтересовало. Похвастались, что-то такое сделали, это проявили 40 человек интерес. И вам поэтому нужно будет поддерживать этот интерес, предложить им что-то сделать и получить какой-то подарок через интернет, или зарегистрироваться к вам на страничку, или там в группу ватсап и так далее. То есть, вы ему вот только после того появится человек 8, у которого появляется какое-то желание уже. Желание уже. Не просто интерес, а какое-то желание было. И только два человека, может, из 200, которые выедут для вашей иску, это будет какие-то действия. То есть, вот, ваши задачи, на самом деле, действия. Вы скажете, из 200 человек всего два, но это интернет, закон больших чисел, один из ста. Но при этом посмотрите, сколько людей у вас, скажем, в фейсбуке, сколько людей у вас там в инстаграме, сколько людей у вас вообще, в каких-то может быть сообществах состоите. То есть, людей-то относительно много. Я разговаривал с одним человеком, который, кстати, метапеллик, метапеллик, извините, на русском, который занимается альтернативной медициной, здоровьем, лечением. И он говорит, Игорь, как мне в интернете? Вот живую, у меня хорошо все получают, приходят клиенты, а как мне в интернете находить людей, чего мне делать? Я спрашиваю, а сколько у тебя людей, у тебя есть фейсбук? Есть. А сколько у тебя людей в фейсбуке? Вот в друзьях записано. Он говорит, 2000 человек. Человек 2000 человек записано в фейсбуке. И он думает, а что, где, как? Я говорю, вот в фейсбуке начинаю выставлять различные посты, связанные с эфирными маслами, со здоровьем, с красотой. У тебя есть 2000 человек. Человек просто про это не думал. Он привык работать оффлайн на земле, делать свои процедуры. У него мыслей нет, количество друзей много, потому что он такой известный человек, он еще электр, у него есть 2000 человек. И он про них не думает. Я вам хочу сказать, чтобы вы подумали, где люди, в каких вы состоите на различных группах и так далее. Идея для наполнения своего блока. Вы можете вести какие-то посты, вы можете делать свой блог. Должен быть список публикаций. Во-первых, нужно жинконтект, который вы будете выставлять постоянно в этом каком-то направлении. И нужно писать одно и то же. Это скучно. Но в каждом направлении вы взяли эфирные масла, антистресс или что-то такое. Все время идет какое-то направление. Список полезных ссылок и инструментов. Вы можете искать для публикации разные, смотреть по вашему направлению. Найти список, создайте список ссылок инструментов. Прочитайте какие-то обучающие статьи, которые связаны опять с тем, что вы будете передавать массе людей через себя. Критический обзор, исследование, личный опыт тоже очень важно, поэтому вы помните все, как вы пользуетесь, кто, когда, чего. Обзоры, сравнительные обзоры, профили, интервью, презентации, обучающие видео, цитаты. на том занятии говорил, цитаты, которые соответствовали тому, что вы говорите, что вы могли их использовать, особенно великих людей. Это все вам поможет наполнять этот список, который я сейчас сказал, наполнять ваш контент, то, что вы будете писать, ваши посты, ваши какие-то выставлять ваши фото, рисунки и так далее. Вот разнообразный полезный контент, который помогает привлечь трафик. Например, интересная статья, отвечающая на вопросы пользователей, видео с YouTube, презентация каких-то продуктов, услуг, преимущества. То есть вам нужно понимать, что хотят ваши люди. предложить, что их может заинтересовать. То есть удовлетворение потребностей в информации и постепенно усиливать интерес людей для того, чтобы в приобретении данной продукции. то есть вам нужно находить качественную материалу, то есть не просто все подряд ставить в ваш Facebook или в ваш WhatsApp или еще куда-то, а именно качественный материал, очень интересный, которым вы сами почувствовали, какая интересная статья, или как это интересно, ой, это я еще не знал, этого, и это нужно всем, особенно брать то, что нужно всем. То есть есть вещи, которые, вот как дезинфекция воздуха, профилактика вирусного заболевания, сегодня как, нужно всем, антистресс, создание комфортной зоны, вкусная, полезная пища, то есть брать именно направление, которое 100% интересует большее количество людей, что-то специфическое. То есть поэтому целевой клиент, целевой клиент ваш, если вы будете брать вот такие общие вещи, которые нужны всем, он будет практически каждый человек подходит к вашим целевым клиентам, может быть. на самом деле ваша задача по большому счету, по аромобизнесу, если вы ищете партнеров, то ваша задача вызвать у человека какие-то желания, то есть мотивацию какую-то сделать, что он хочет, ваше желание. Это ваше желание и должно быть желание его. Поэтому если он не смотивирован, ему это не нужно, он не будет ничего делать. Поэтому когда вы ищете людей, вы должны вызывать в них желание. Вызвать желание из интереса, чтобы перешло в желание. То есть это должно быть какое-то уникальное торговое предложение, которое бы это предложение как раз бы и тянуло бы человека связаться с вами, начать сотрудничать с вами. Для того, чтобы вообще что-то купил или какую-то сделку с вами совершил, он должен осознавать все выгоды и преимущества вашего предложения. То есть если вы предлагаете сетевого бизнеса, чем должен знать выгоды и преимущества сетевого бизнеса. Вспомните наше первое занятие. Первое занятие рассказала про преимущества и выгоду сетевого бизнеса по сравнению с линейным. Вы должны это хорошо знать, то есть чек должен знать. Когда человеку выгодно, он это делает, мы делаем то, что нам выгодно, то, что нам нужно, то, что нам интересно, это обязательно. Всегда используйте изображения, цифры, вот такие презентации, когда вы в интернете работаете с людьми, вот как у меня, видите, есть слайды, то есть я могу без слайда рассказывать, но на самом деле информация бы хуже усваивалась и хуже воспринималась. То есть, как я вам сказал, видео, картинки, всегда это более качественное, когда человек и слышит, и видит, всегда используйте это. А вообще, на самом деле, вот это вот ваше желание найти партнеров, это должно совпадать с их желанием участвовать в маркетинге компании. Ваша задача найти кого, помните, тактику и стратегию, трех таких, как вы. Где мне таких найти, кого я должен искать? Ты должен искать того, кого как ты. Ты хочешь этим заниматься, ты этим занимаешься, ты покупаешь, ты влюблен в эфирные масла, ты хочешь заниматься сетевым бизнесом, ты ищешь троих таких, как ты. Это дублицируемо. Как выглядит вообще сама схема, схема, покупки, заключения сделки, того же рессионного набора вместе с курсом, то это вот первое дело, это привлечение, то есть что у каждого человека надо знать, что информация, которую выдают, идет созревание, то есть нужно привлекать и нужно при этом, скажем, не надо, чтобы каждый потребитель сразу становился вашим дистрибьютором и как вы начал что-то распространять, потому что каждому цветку свое время, помните, я тоже вам говорил, имейте в виду, что он может созревать. И не надо его торопить, потому что это вызывает, если что-то сорвать раньше времени, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому задача привлекать и вот курсы, поддержка, то есть ошибка, если слабая поддержка спонсора, вот скажем, да, он неинтересно, он там только для себя берет, но хорошо для себя берет, она должна поддержка, и со мной нужны различные курсы. Закончил семейную аптечку, пошел на курсы по косметике, то есть вы его должны подкидывать сюда интересные материалы по продукции, потому что ваша задача привлечь, это первое, первый этап, потом интерес, чтобы человек был постоянно к этому, да, интересные вещи, потом желание, потом идет покупка на самом деле, вот привлечение, интерес, желание, покупка, это вот так двигается человек, вот каждый человек, вы так же двигаетесь на самом деле, когда вы что-то покупаете, или вы когда-то что-то делаете, вы так же попали на самом деле в сетевой бизнес, вы так попали на этот курс, то есть вас кто-то привлекал, вызвал к этому курсу, к сегодняшнему, интерес, у вас появилось желание заняться бизнесом, и вы что сделали, пришли на курс, вот так, так оно происходит, у каждого человека, вы просто должны знать, как это происходит, тогда вам легче понять людей и легче с ними работать. Что касается сайта, да, вот в интернете, сайт, когда я сказал, что это сложно немножко, по поводу сайта, вот, посетители сайта, их может быть много, дальше вам нужны подписчики, да, те, которые уже прямо интересуются вами, потом желательно, чтобы вы могли им раздавать какие-то электронные подарки, книжка, какая-то, брошюрка, курс, вебинар, то есть какие-то подарки, потом все это приводит к тому, что человек готов просмотреть презентацию, какую презентацию, помните, мы говорили, вебинары у нас проходят на русском и на ювелике, ознакомительные встречи, и после этого человек уже стал вашим партнером, то есть купил регистрационный набор и пошел на курс, это приблизительно воронка как работает вы можете работать сайт одностраничник, также блок работает, сайт большой, одностраничник, блок, в принципе должна быть такая картинка, вы должны понимать, как это делается, то есть вы должны интересовать, чтобы люди не то образом подписывались на вас, потом людям надо обязательно давать какие-то подарки, заинтересовываться, потом чтобы люди пошли на презентацию и вот как раз после презентации люди примут решение. Как я уже сказал, метод обучения в МЛМ, времена меняются и продвижение в МЛМ все больше связано с продвижением с помощью интернета. Вот на самом деле, почему, потому что у нас интернет-магазины, мы тоже людям предлагаем покупать из интернет-магазина Дутера, это же тоже интернет. Это правильно использование современных технологий. Эти технологии позволяют нам привлекать как можно большее количество потребителей, в первую очередь потребителей продукции Дутера, то есть люди просто пользуются продукцией и им это нравится, они влюбились в эфирные масла и из них уже можно отбирать заинтересованных людей для бизнеса. Трудно сразу найти на бизнес, почему, потому что никто не продает кота в мешке, человек должен понять, что это нужно, что это классно, что это люди будут покупать. А у вас за счет технологий вы количество потребителей вы сделать можете очень много. И как я сказал, не надо никого никуда тянуть. Ваша задача только рассказывать о себе, хвастаться, заинтересуется, предложить возможность. И такая политика с возможностями интернета вас отгородит от всего. От отказов, негатива, и сэкономить во время и день. То есть когда вы что-то предлагаете вживую, чем может быть во мне. Когда вы на массу даете какую-то информацию, те, которые нет, они просто не реагируют на эту информацию, но вы слова нет, не слышите. Вы только получаете те, которые интересуют, которые сказали, нам это интересно, начали задать вопросы и так далее. То есть вы экономите время на тех, кому это не нужно, то есть сама технология на массу отсеивает тем, кому не нужно, они просто к вам не обратились, но вы к ним тоже личку лично не обращались. Важно еще очень знать, что не все дистрибьюторы, даже гуру, которые в рекрутинге много подписывают, или которые много продают, способны обучать других людей. не все техники дублицируемые. Почему я сейчас войти в эту систему, которая сказала, потому что она простая и дублицируемая. Не каждый, кто умеет сделать, умеет подписывать, умеет много продавать, он сможет этому научить, то уж возможно он обладает определенными техниками, определенными знаниями, определенными способностями, которые другие не обладают. Поэтому обучение должно быть именно простое, без каких-то вещей. Ну вот пять способов привлечь клиентов в свой MLM-бизнес, таких достаточно проверенных, это первое, если мы будем говорить это самое просто, вот как и землю брать, как оффлайн, так онлайн, то есть это первое, поиск партнеров среди личного окружения, то есть это самый такой способ, пожалуйста, вы знаете, у вас есть друзья, у вас есть знакомые, которые вы можете спокойно обратиться, то есть никаких проблем нету, вы их знаете, телефоны, контакты, и всегда готовы с ними общаться, то есть поиск партнеров среди личного окружения. Второе, это рекомендации, чтобы рекомендации, вы опять же своих личного окружения, кто вас знает, вы его знаете, просите рекомендации, скажем, у вас интересует ромо-терапевт, не знает ли он, кто пользуется эфирными маслами, любит эфирными маслями, или твоего косметолога, или твоего прикмахера, или кого-то мне может посоветовать и так далее. Это рекомендации, чтобы вы могли не с улицы, так скажем, а от кого-то обратиться. Ну, третье, что мы с вами разбирали уже, это социальные сети, преимущество социальных сетей, это большое количество потенциальных партнеров, экономия времени на людей, не желающих заниматься, скажем, собственным бизнесом и так далее. То есть вы не тратите время, поскольку я говорю, вы даете информацию, кому она не подходит, вы на него времени не тратите. Форумы, разнообразные форумы есть еще, мы про них не говорили. Преимущество форумов, это большая вероятность найти партнеров, потому что люди там общаются, и вы можете участвовать в разных абсолютно форумах, по разным направлениям, конечно, лучше брать такие форумы, которые связаны со здоровьем, красотой, эко, дом, натуральные, там все, природа и так далее. Ну и создание собственного сайта. Как мы говорили уже про собственный сайт, преимущество это серьезный инструмент для развития бизнеса, прямых продаж, сетевого. Недостатки требуют построения, качественное наполнение, постоянно с ним нужна работа. Можно, правда, сайты купить подключить. есть первые, которым вы заказываете и даете какой-то материал и контент, и они вам делают сайт. То есть можно заплатить и вам сделают сайт подключить. Но это стоит денег. Методы работы в принципе на земле. Как сказать, собственные связи лучше начинать с круга знакомых. Рассказать о том, чем вы занимаетесь, не тянуть, не продавать, рассказать. Вот с чего я начал в первые занятия, помните, позвонить, сказал, пошел на курс по рому бизнесу. Новость, пошел на курс по рому бизнесу. Дали задание рассказать друзьям знакомых. Это просто. То есть в первую очередь это собственная связь. Я мое личное пространство. Семья, друзья, знакомые, да, то есть понятно, ни друзья, ни знакомые. Друзья это с кем вы дружите, знакомые, что он вас знает, вы его знаете. Дальше. Люди, от которых мы ждем профессиональной помощи. то есть у вас есть косметологи, прихмахеры, в котором вы ходите, какие-то зубные врачи. Опять же вы к ним можете обращаться. То есть вы к ним обращаетесь по другим вещам, но вы можете к ним обратиться и по поводу эфирных масел. Вам ничто не мешает. Особенно, когда вы идете к ним на прием и так далее. потом уже незнакомцы. Вот так в принципе выглядит расширение по земле по оффлайн. Лучше всего использовать пробки. Как я уже сказал, неважно на каком этапе. То ли это семья, то ли друзья, знакомые, люди, с которыми мы работаем, профессионалы различные, незнакомцы, всегда лучше с пробником. Никогда не начинайте ничего с продажей. Люди любят покупать, но не любят, когда им что-то продают. Пробник просто подарить это легко. Рассказать два слова, сказать слушай, вот классная вещь, можно капнуть на руку дать, попробовать человеку, лимон иногда, с собой носить. Если понравится запах, то подарите ему 10 капелек, в баночке 1 мл. Если не знакомый, человек взять, конечно, контакт. знакомый контакт у вас есть. Какой метод более эффективный, как я сказал, в работе оффлайн или онлайн, то есть это на самом деле главные ежедневные действия. То есть эффективно если вы будете действовать. Если вы будете что-то делать, это будет эффективно. Вообще сетевой маркетинг это бизнес. Бизнес подразумевает, что вы должны раскручивать, вы должны этим заниматься, вы должны прикладывать усилия. Если вам кто-то рассказывает о получении больших денег без приложения усилий, то это какая-то пирамида, которая может использовать деньги и начинается пирамида. То есть если мы говорим про бизнес, бизнес я уже рассказывал, нужно тратить время, силы, это не тот бизнес, где нужно инвестировать большие деньги, поскольку инвестиции делает сама компания Дутерра, это преимущество сетевого бизнеса, то есть вы не делаете инвестиции, инвестиции, время, силы, это вы тратите, ну и заодно учитесь. Если сравнивать вот просто работу онлайн и оффлайн, то по разным каким-то показаниям можно посмотреть, скажем, географию, ну по географии понятно, что онлайн, то есть онлайн вы сразу работаете по всему миру, а можете обучать по всему миру, человек может покупать по всему миру, когда мы говорим про землю, то география очень ограничена, до кого мы можем лично добраться, сделать личную встречу, личную презентацию и так далее. Привлекательность, но привлекательность конечно на самом деле в онлайн больше, потому что сейчас рекламируются и все интернет технологии, рекламируются интернет магазины, поскольку человек стал будет покупать в интернет магазине ему легче, говорится, более легче подписаться в интернете, да, и регистрации в интернете и так далее. То есть привлекательность интернета сегодня намного больше, в земле. Потому что в земле, при земле, во-первых, сложность в общении, нужны определенные черты характера, человек тебя видит, слышит, харизма нужна та же, скажем, в интернете даже если нет харизмы, но он может работать в интернете, там по переписке, там это все у него получится. Видео хорошее снимать он не сможет себя, но он может пользоваться видео у кого-то другого. Удобство работы. Ну удобство работы, что вам нужен хотя бы ноутбук, комната, чтобы никто не сумел, вы можете по всему миру работать, но какие-то определенные знания работы, то, что сегодня мы проходим. Скажем, на земле вам не требуется специальных знаний, умение работать с компьютером и так далее. Целевая аудитория. Целевая аудитория очень важна. Целевая аудитория, скажем, на эфирные масла, правда, эфирные масла нужны всем. Поэтому целевая аудитория 100%. Но с точки зрения нахождения работы онлайн или оффлайн, то целевая аудитория разная. То есть пассивный автоматический заработок в интернете, заработок в интернете, покупки в интернете, это хочется в основном молодежь. То есть это молодежь более сказать, скажем, до 40 лет. А вот что касается земли, работать вживую, то есть статистика, что около 70% сетевиков, которые работают на земле, это женщины от 50 лет и старше. Поэтому если мы говорим, что эфирные масла нужны всем, то и вы хотите более молодую аудиторию, то конечно вы пойдете искать ее в интернете. Онлайн. Групповая работа, групповая работа, командная работа, здесь как бы одинаково. С одной стороны у нас обучение, идет команда, которая обучает всех онлайн, это зубкомнаты, конференции, вебинары. Что касается земли, это всегда рядом спонсор, или даже несколько спонсоров, то есть это презентации вживую, различные рома встречи и так далее, и тому подобное, которые делает команда. Это я вам просто показал как бы как примеры, на что вы можете обратить внимание. в зависимости онлайн и оффлайн. Теперь очень-очень важный момент, очень важный момент, который вы должны использовать на сто процентов, это использовать ресурсы и инвестиции компаний. Вот здесь многие люди очень плохо понимают, поскольку многие не занимались с бизнесом, такое инвестиции компаний, промо-акции, промо-акции, это инвестиции компании, интернет-магазины, это инвестиции компании, склады, 3600 работников, которые обслуживают вашу сеть и ваш бизнес, который получает зарплату от компании, это инвестиции компаний. Где мы можем использовать? Когда компания делает промо-акции, промо-акции, это то, что в первую очередь, в первую очередь, если вы строите бизнес с компанией Дутерре, они классно работают, они очень продуманы, конечно, они продуманы для развития в целом бизнеса компании Дутерре, всех организаций, не только вашей, но те организации, которые наиболее пользуются этими ресурсами, соответственно, получается, что инвестиции идут именно в эти организации. Вы заметьте, что у компании есть так называемый LRP-шаблон, то есть те, которые постоянно пользуются, каждый месяц покупают. Этот контраст отличается от обычного, что у него есть дополнительные льготы, но вам выгодно, чтобы люди покупали каждый месяц, поэтому компания за это платит, дает дополнительные льготы, а вы предлагаете людям воспользоваться этими льготами. В системе EEO у нас нету, скажем, компьютера, страны бывшего Советского Союза, то там автоматически каждый считается LRP-пользователем. Но в принципе в официальной нужно делать обязательно LRP-шаблон. и обязательно делать его на 100 баллов ежемесячно. Если хотите получать бонусы, особенно быстрый старт, который раз в месяц выплачивается. Но мы сейчас говорим про промоакции. Значит, с 1 по 15 октября каждого месяца, каждого месяца есть такое понятие, как подарок месяца. По всем странам, по всем складам, точнее не странам, складам, он может быть разным. Но он есть на каждом складе дутер. Если вы до 15 пользователь и до 15 числа каждого месяца делаете заказ на 125 пиви, вы обязательно получаете какой-то продукт подарок. Вот я вам сейчас показываю табличку, эта табличка на октябрь месяц, который начал. То есть если в системе EO Евразия Pro делается покупка сейчас на 125 баллов, то получается в подарок смесь дыхания Брис роллер 10 милитров. То же самое в Дутерре Россия ОТГ. Сейчас в Дутерре Россия покупка до 15 числа на 125 пиви, получите роллер дыхания 10 милитров в подарок. Помимо 25 процентов скидки, помимо маркетинг плана, все, что я вам рассказывал, это просто промоакция, которой почему бы не воспользоваться. Мы пришли в бизнес для того, чтобы получать деньги и получать наиболее льготы, самые лучшие условия. Что касается Дутерре сейчас США там дают гвоздика, Дутерре Европы тоже гвоздика, и в Дутерре Израиля, то есть в Рамата Шароне дается смесь пищеварения 5 миллилитров. первое, это всегда, только они меняются, то есть подарок есть всегда, они меняются каждый месяц, и это дает возможность, во-первых, что делать не 100 очков, а 125, во-вторых, что он делает это в начале месяца, в первой половине, возможно будет что-то еще интересное, возможно ему понадобится товар, купит еще, плюс ко всему, это расширяет его кругозор и ассортимент продукции. Скажем, человек не знает, что такое гвоздика, слышал, но не понимает, брать, не брать, у него нет этой гвозди. Сейчас в данный момент получает ее в подарок, начинает ее использовать, выяснять, как ее использовать, для чего она нужна, это все стоит на сайте, все, в его ассортименте появился еще один продукт, в котором до этого он не пользовался. И теперь когда он будет заканчиваться, он будет покупать еще один продукт. То есть это расширение, это расширение ассортимента. Плюс, как я сказал, поощрение постоянных покупок. теперь, вот смотрите, с 1 по 31 октября разместите единовременный заказ на 200 пиви, получите подарок в Америке. Тут вообще это NFR Америка, это для тех, кто живет в России, можно заказать в Америке. Тут четыре продукта даются в подарок при закупке на 200 баллов. Тоже интересная вещь. И периодически на разных складах появляется такая промо-акция на 200 баллов. Покупка на 200 баллов с хорошим подарком. Главное только это знать и объяснять людям, что это им выгодно. Если они этим занимаются, расширяют ассортимент, подарками. Подарок это не только ты получил подарок. Подарок это компания Дутера дала тебе, ты можешь передать дальше. Ты можешь его разлить по пробникам. Ты можешь его в целом подарить тем, кто дал тебе хороший выход, дал рекомендацию, собрал людей на какой-то домашний кружок. То есть мир создан по принципу бумеранда. Чтобы что-то получить, надо начать что-то дать. Вот компания показывает, она делится. Она постоянно делает промо-акции, и вас пощает или делает дополнительные еще промо-акции, показывает, что это работает, или хотя бы их промо-акции передавать дальше. Чтобы ваши люди получали. Ваши клиенты или еще кто-то. Теперь с 1 по 31 октября действует скидка. То есть помимо подарка месяца есть еще продукт месяц. Если подарок месяца с 1 по 15, то продукт месяц всегда на целый месяц. Это на какой-то продукт, на какой-то продукт, или 10, или 15 процентов скидки. Бывает даже 20. Ну, реально. Вот сейчас в данный момент смотрите, в ее это HD клинзер 10 процентов скидка. Дутерия Россия тоже самое. В Америке на розу, эфирное масло роза роллер 15 процентов скидка. Дутерия Европы на жасмин 10 процентов скидка. Мод Макс, грязевая детокс маска, которая, кстати, 10 процентов скидка, которую рекомендует приобрести косметолог Ольга Шталь, который будет вести курс по уходу за кожей, красота, с компанией Дутера. она как раз есть список чего желательно приобрести, вот эта маска там находится. Вот сейчас как раз вы ее под этот курс можете приобрести с 10-процентной скидкой. То есть, всегда есть то, что человек может купить на 10% дешевле. Что не купить на 10% дешевле, чтобы потом не покупать за полную стоимость 10%, может, небольшие деньги, опять мы в бизнесе. Бизнесмены в своем бизнесе считают каждую копейку. это не на отдыхе, где можно не считать. В бизнесе задача зарабатывать. Следующее. В этом же месяце есть шикарные промо-акции для новичков, для регистрации новичков. Поэтому у вас есть возможность дополнительно новичкам предложить еще интересные вещи. Помимо курса, пожалуйста, кто регистрируется и берет на 100 баллов, вот семейный набор, обычный семейный набор маленький, 100 очков, более 100 очков, 100 баллов, 100 пиви, получает в подарок мандарин 15 миллил. То есть новичок получит мандарин, если он зарегистрирован и купит вот этот семейный набор и получит курс еще. Если он купит большой семейный набор большой по 15 миллилитров в три раза больше стоит два раза дороже но там масел три раза больше и там еще идет диффузор в подарок дополнительно хороший дутерский диффузор они кстати не дешевые стоит где-то около 200 шекелей где-то 4000 рублей он идет в подарок да и поскольку есть еще промо акции от дутеры . получит еще эфирное масло копай по 15 миллилитров подарок и мангарин в подарок это с 1 с 1 по 31 октября для ее для всей системы его это все страны бывшего советского союза кроме россии прибалтики так и это для дутеры россии от и g для дутеры для граждан проживающихся в россии дистрибьютор в россии дутеры пожалуйста шикарная промо акция для новичков что новичкам сегодня выгодно сейчас регистрироваться помимо того что курсы которые говорю они еще получают курсы в израиле в израиле есть такая же акция как я вам сказал но но только до 15 10 только на полмесяца потому что просто месяц она тоже была то есть люблю в любом случае до 15 числа сегодня 5 10 дней есть новички могут получать дополнительные подарки от дутера и курсы от нас от организации арома бизнес шикарно это надо все использовать использовать максимально потому что компания это не из вашего кармана идут подарки эти подарки работают на ваш бизнес из компании инвестируют не эти сотни тысяч долларов по всей своей но по всей компании вот на эти подарки теперь вопрос кто этими инвестициями пользуется вы с вашей организацией или другие какие-то параллельные вам организации это зависит от вас и зависит от лидера зависит от человека который понимает что в бизнесе до использовать инвестиции компании дутера лучше чем использовать свои собственные свои собственно всегда успеешь поэтому всегда пользуйтесь максимально иногда бывает еще бог акции здесь нет бог акции они всегда в конце месяца возможно еще будут это когда один продукт покупаешь, второй в подарок. Очень выгодная цена получается. Единственное, что идет обычно один-два дня. Бывает, они делают на три дня. Люди обычно жалуются, ну так быстро, вот у меня потом клиенты захотели, а уже закончилась акция. Опять, как вы думаете про инвестиции? Компания дает шикарный подарок. Дает разрешение купить четыре акции или пять акций. Купи пять акций. Тоже инвестируй. То есть компания дает один продукт, ты другой инвестируй. Но зато у тебя эта акция будет не два дня, не один день, а неделю, пока твои клиенты там созреют. Но они получат, ты дашь им эту акцию. Она у тебя не закончилась, то что ты сразу купил пять. Тебе самому нужна одна. А четыре, пожалуйста, ты сможешь сделать своим дистрибьютором или клиентом хорошую акцию, которую уже нет. То есть для этого надо мыслить как бизнесмен. Понимаете, вот для этого создан взгляд именно бизнесмены, так думаю. Что касается стратегии немножечко, хочу сказать еще немножечко о стратегии. Как я сказал, нужна мотивация. Помните, я сказал, нужна мотивация. Вы должны обязательно найти себе мотивацию, иначе вы делать ничего не будете. Это было первое занятие. Кто это сделал до сих пор, так у него так и двигается. И ничего не получается, потому что все время нету времени и сил, а потому что нет мотивации. Поэтому иметь мечту, цель быть ответственным, обучаться, развиваться, про что я сказал, вести список знакомых. Я вам говорил про список, надо его создать, и надо увести, с кем поговорил, кто чего ответил и так далее. Презентовать бизнес и товар. То, что мы сейчас учимся, и это у нас презентует бизнес и товар профессионально за счет нашей системы. Вы можете презентовать. Консультироваться со спонсорской линией, обязательно со своими наставниками. строить бизнес, исходя из разработанной стратегии. Какой стратегии? Разработанной стратегии, как рассказал, компании и вашей организации, в которую вы вошли. Вы можете делать свою стратегию, но вы выглядите как волк-одиночка. Вы же проходили до силы. Помните, по Ньютону я давал раскладку по бизнесу, исходя из законов Ньютона. Вот сила – это вектор. То есть, если вы будете с наставниками системы аромобизнеса, исходя из их стратегии, вместе делать, вы появляете силу. У вас есть вектор и сила. Или же вы берете и делаете свой вектор, свое направление, но вы теряете массу. Сила – это же масса, но ускорение. Потому что вектор ваш, масса аромобизнеса со всеми лидерами двигается вот в том направлении. То есть, вы можете поймать, на русском называется трэмп, поймать волну, использовать. И повторять действия и методы, применяемые вышестоящими партнерами. То есть, дублицировать. И чтобы люди дублицировали вас. Это очень правильная вообще такая стратегия, которая очень простая тоже. Здесь вам не надо придумать велосипед, на самом деле, все придумано, вам надо только влиться в процесс. Что мы хотим вообще получить в результате MLM? Я вот просто показываю, какие вещи мы хотим. Разные. Много свободного времени на себя, своих близких, своих, своих обер. То есть, раскрутив бизнес MLM, под вами, когда большая организация, вы можете спокойно куда-то уезжать. Вот, скажем, в сентябре, вы видите, у меня объемы поднялись, помните, я вам показывал слайд, Подписано было также 204 человека. Я 8 дней вообще отдыхал на Красном море. В Валате еще отдыхали сразу два лидера. И мой Даймонд, Джо Туорли сам, да? Вместе с нами, там, я и женой, так сказать, они тоже муж с женой. А мы отдыхали. 8 дней. Ничего на бизнесе не отразилось, ничего не упало, все поднялось. Доход от, скажем, 10 тысяч долларов в месяц. Даже, как вы отдыхаете за границей, видите, даже когда. То есть, какой-то доход, чтобы он относился к бизнесу. Понимаете? То есть, не то, что там 1000 долларов в месяц. 1000 долларов в месяц это зарплата. 2000 долларов в месяц это хорошая зарплата. 3000 долларов очень хорошая. Но 10 долларов это уже бизнес. Постоянный процесс развития, знакомство с интересными людьми тоже. Реализация, желание, цель, задача. Самореализация и интересное занятие. Самореализация, самое интересное занятие, что он может проявить свое творчество, поверить в себя, поднять все свою гениальность. Это то, что вам вы можете использовать именно в сетевом бизнесе. И поэтому, например, я выбираю MLM или преимущество сетевого бизнеса. Исходя именно из того, что я хотел в жизни. Я вот на сегодня как быть уложился, 20-54. Это тот материал, который я хотел вам сегодня дать. Я сейчас посмотрю с чат вопросы и ответы. Естественно, дам ответы на вопросы, которые задавались. всем желаю, во-первых, хорошего вечера. Спасибо, что вы его провели с нами. Надеюсь, вы получили интересные какие-то материалы, знания. Многие, может быть, вы знали, но оно не было как в структуре. Главное, вы поняли, что на самом деле здесь использование системы обучения команды Aroma Business и использование инвестиций в компании Dutera это 90% успеха вашего бизнеса. То есть, если вы вольетесь именно в команду и в систему, потому что тогда все станет значительно проще и понятнее. И вам, и для ваших людей в том числе. Это очень важно. Еще раз желаю всем больших-больших успехов. Желаю, чтобы все вы сделали домашнее задание. Если кто-то пропустил, домашнее задание стоит в группе WhatsApp. Вернитесь, пройдитесь по всей группе, посмотреть домашнее задание. Сделайте все, что там просилось. Домашнее задание по сегодняшнему занятию я тоже выставлю. Выставлю еще кое-какие видео, что вебинары, которые надо будет посмотреть к следующему занятию. И на этом я прощаюсь и сейчас перейду к ответам на вопросы. вебинары. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.